И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик. Сейчас у нас в игре проходит ивент, посвященный 1 апреля. Сейчас очень многие сидят, ловят голды, актив в игре у нас растет. Я наловил за это время довольно-таки неплохое количество контейнеров. Сегодня для вас хотел бы их открыть, но не только контейнеры, но и коинбоксы, которые я сумел также заработать. То есть, выполняю супермиссию, и, соответственно, посмотрим, где, чего, как у нас сегодня вообще лучше будет падать. Я надеюсь, что данный видеоролик вам понравится, вы его поддержите лайком. Но я, в свою очередь, буду понимать, что подобного рода видеоролики вам заходят, вам нравятся, и я буду их стараться записывать как можно, как можно чаще. Начнем мы все это дело с того, что, по сути, 2.4 контейнера это те контейнеры, которые я ловил. Да, плюс там, может быть, чуть-чуть, чуть-чуть оставалось тех, которые я там за что-то получил. И просто не открыл. Но в большинстве своем это все контейнеры, которые я сумел поймать на 1 апреля. Поэтому будет даже интересно посмотреть, что будет падать именно с пойманных голдов. Ну и также к этому количеству, я думаю, что сейчас мы еще прибавим немножечко контейнеров, которые мне, по идее, должны дать дополнительно с челленджем. Я тут более чем уверен, что пару-тройку мне точно тут прилетит. Я сейчас открою недельные контейнеры, соответственно, дабы мне повысилось количество коинбоксов, говорю, этих самых танкойнов. Боже, я уже запинаю, не знаю, как сказать танкойн и коинбокс, и все в голове перемешалось. Открываю, сейчас выдадут мне нагибаторских танкойнов. Сколько мне тут дадут их? 69, мне надо было там 10, если я не ошибаюсь, дабы купить боевой пропуск. И полноценно начнем открытие, я думаю, именно с простых контейнеров, а потом уже откроем коинбокс и посмотрим, что вообще с коинбоксиков нам выпадет. Если, например, сравнивать коинбоксы, которые открывал Артемка и открывал Аветис, то Аветису, если я не ошибаюсь, там упало около 150 танкойнов. Артемке, в свою очередь, упало больше 2000 танкойнов. Возможно, мне сегодня повезет, возможно, не повезет. Ну и также в комментариях тоже пишите, что вам падает с коинбоксов. Я более чем уверен, что вы уже тоже выполнили эту супермиссию. Она довольно-таки несложная была. Надо было всего лишь скинуть 30 золотых ящиков и получить коинбоксы, которые в дальнейшем можно открыть и получить танкойны, которые уже как бы каждый как хочет, так и тратит. Начинаем с контейнеров. Открываем, я думаю, что, как всегда, по единичке. Я не буду тут сегодня экспериментировать, экспериментировать не буду пытаться открывать как-то это дело все по-другому. Откроем по единичке. Ну, может, пятеркой где-нибудь разбавим, если уж плохо сейчас будет падать. Три белых свечения подряд. Открывать будем, конечно же, все это дело чуть-чуть побыстрее, дабы все это дело не задерживать. Пять уже белых свечений подряд. Отличные контейнеры, я считаю. О, шестое свечение подряд. Нормально. Хорошо, идем. Красиво. Седьмое белое. Может, нам сегодня красное какое-нибудь упадет? Это, я не знаю, восьмое белое или это просто 35 голдов. Неплохие голды, я хотел сказать, я наловил на 1 апреля. О, фиолетик уже красивый. Что у нас тут в фиолетике? Ух ты, нифига себе, рельса. Черная рельса. За такую рельсу я бы лайк поставил. Но, правда, я не, конечно, не особо рельсовод, и мне она не особо надо, но многие рельсоводы, которые не имеют данный эффект, сказали бы сейчас, вау, блин, тоже хочу. Но, блин, для меня как бы, ну, такое. Упал и упал, конечно, круто, круто, безусловно, но для меня этот эффект, по сути, ничего не роляет, и, по сути, наверное, даже и не нужно. Продолжаем открывать одни белые свечения. Что-то как-то сегодня не падает сверхинтересные какие-то предметики. Откроем пятерочку. Надо как-то разбавить эти единички. Может быть, сейчас с пятерки что-то дропнет. Или сейчас тоже. И синий. 25к. Окей, кристаллы, в принципе, лишними не бывают. Откроем еще пятерку. Может быть, что-то с пятерки нам упадет нормально. Или тут пять белых, не пять белых, нету, но все равно пока дроп такой себе. Ничего хорошего, я с этих контейнеров пока что... Ну, еще один фиолетик. Краска засуха. А, ну, такой краски у меня не было, да? Вполне могла себе упасть. Ну, краски потихоньку тоже в фиолетовом свечении у нас заканчиваются. К слауте Боу, что не будет их так много уже падать. Может, что-то крутое начнет падать в золотом свечении. У меня много анимашек нету. Но, по сути, наверное, с этих 35 контейнеров больше была шутка, нежели что-то хорошее здесь упало. Пока еще, конечно, не все открыл. Два контейнера осталось. Один контейнер. И... Я бы сказал, очень плохо. Очень плохо. Такое большое количество белых свечений, это, ну, реально какой-то розыгрыш. То есть, с первоапрельских голдов мне лично ничего хорошего не упало. Вернее, не голдов, а контейнеров, которые я подбирал, ничего хорошего не упало. Плюс были там с челленджа. Печальненько, обидненько, досадненько. Может, сейчас с коинбоксов попрет? Давайте проверим, посмотрим. Попрет, не попрет. Будем открывать, как всегда, по единичке. Я думаю, что я здесь экспериментировать точно не буду с пятнашечками и ни с какими даже пятерочками. Хочу открыть и проверить именно единичку. Артемка открывал, если я не ошибаюсь, по пятнадцать. Ну, по пятнадцать шансы такие, знаете, очень-очень соу-соу. Пока, конечно, мне ничего хорошего не упало, но я все-таки буду надеяться на то, что хотя бы какой-нибудь соточек, пятьдесяточка, уже неплохо. Соточек какой-нибудь упадет и будет очень-очень даже неплохо. Пока белая по одному танкойну формлю. Десять танкойнов. Это в сумме где-то я уже шестьдесятку плюсанул, да? Чуть больше шестидесяти. Потому что там единички еще упали. Ну, по сути, не так круто, конечно, как хотелось бы. Тридцать ускорений. Но пока что надеемся. Надеемся и верим, что что-то хорошее будет. Один танкойн. Уф! Ну, блин, он рофлит. Ну, какие тридцатьк. Тут в золотом свечении могло столько упасть танкойнов сейчас. Боже ты мой. Мне падает тридцать тысяч. А могло в этом свечении упасть, если я не ошибаюсь, до трех тысяч танкойнов. Да. Обломало, обломало. Жестко обломало. Я уж поверил. В чудо. Но, как говорится, победителям по жизни. Редко очень, очень, очень редко везет. Обидно. Очень обидно. Очень обидно, я бы сказал бы. Да. Пока что я не увидел того, чего я здесь хотел увидеть. Десять танкойнов. Ну, хоть десять. Знаете как. Да, обидно. Шесть осталось. Тысяча кристаллов. Пять коинбоксов. Две тысячи кристаллов. Еще тысяча кристаллов. Я огорчен, друзья. Десять танкойнов. Тридцать ускорений. И последний. Один танкойн. Ну, что я могу сказать? Это какой-то развод. Это какой-то развод. В общем и целом я поднял где-то около ста танкойнов. Ну, если судить с той точки зрения, то что это халявные танкойни. Да. И тут все зависит от вашего везения. Это конечно круто. Но с такой частотой выпадения хороших предметов я бы никому не советовал бы. Например, в гараже. Ну, я имею ввиду в магазине. За свои деньги покупать коинбоксы. Это вообще шляпа полная. Вы будете только играть в минус. И никому не советую брать их покупать. А так, чисто халявные тридцаточку. Набить, открыть. Безусловно, можно. Надеялся на что-то крутое. Увидел вот это вот золотое свечение. Подумал, что реально что-то годное. Но, к сожалению, всего лишь 30 кассиков. И в общем и целом, наверное, я бы сказал, что это одно из самых рофловых открытий. Ну, может быть, как бы 1 апреля тому вино. И надо мной просто решили чуть-чуть пошутить. И мне ничего хорошего не дать. Ну, вот такое вот открытие у нас сегодня, друзья, получилось. Если вам понравилось, друзья, не забывайте прожимать лайк, подписываться на канал. Нажимать на колокольчик, дабы ничего не пропускать. Ну, и также не забывайте про группу ВК. Если вы хотите знать всю полезнейшую нагибаторскую информацию, ничего не пропускать. И стримы, которые проходят в 9 часов вечера по московскому времени. И другую полезную информацию, которая связана, например, с нашим кланом. То обязательно переходите, подписывайтесь и ничего не будете пропускать соответственно. Ну, а с вами был мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok